То ли сало по ночам подъедает, и то он мне. Он поставил точку вопроса всё-таки, как же надо питаться. Он ведь доказал просто тупым вегетарианцам, веганам и сыроедам, вы своими ноготочками, маникюринами режете стейкушки. Продолжались эти подколки и смешки, что у меня не будет силы. Когда не будет? Ну когда вы уже дождётесь? Ух, какой же вы милашка. Не курят, не пьют вина. Фанатики здорового образа жизни. Вот ведь идиоты, действительно, даже вина не пьют. Я люблю таких людей, поэтому я их называю дебилами, чтобы они очнулись. Юрий Андреевич, какая же я была дура. А ты можешь и есть хлебушек, булки, запеканки с творогом. Уровень подачи высочайший. Вот тогда. Это их выбор, за который они ответственны, да. А мы ответственны и за тех, кого приручили. А сосиска в голове им будет диктовать слова и фразы, которые они будут излагать письменно. Не получится оправдать свою сосиску. Она никак не выглядит у вас. Ну очнитесь, очнитесь. Одумайтесь, подумал, одумался, продолжаем. Здравствуйте, дорогие друзья. Ну а теперь продолжение моей рубрики «Новая сосиска в голове». Она вызвала бурю эмоций, но в основном положительных. То, что люди просто понимают, что это логично, разумно. Посмеялись над идиотами, над попытками оправдать любой ценой свои пристрастия, привычки, какую-то, так сказать, непомерную тягу, любой ценой дотянуться до любимой сосиски. Но есть и те, кто начал отстаивать свою любимую сосиску, чтобы я руками к ней не прикасался, чтобы они имели право взять любимую сосиску и слопать ее. Ну вот. А где мои сосиски? Конечно, я, как всегда, распечатал вопросы. Не только вопросы. В основном они даже не вопросы, а такие, знаете, какие констатации, суждения. И три группы таких суждений есть. Вот я сейчас буду зачитывать. Будем отвечать на них. Я буду отвечать. И показывать кое-какие интересные, смешные картинки и кадры, которые, может быть, у кого-то в голове откроют ключиком, так сказать, вот, замочек разума и, так сказать, каких-то ассоциаций, которые сейчас пока еще в голову не приходят. Это будет и из мультфильмов, там, разных юмористического толка, из фильмов, из серьезных передач. Мы посмеемся. Я, может, позлюсь даже. Ну а как не злиться, когда он за разум заходит, если человек несет полнейший бред, глумится при этом, так сказать. И, вот, понимаете, я привык, что люди вообще-то разумные. И с разумными людьми, порядочными людьми, нормальными людьми, я говорю по-человечески, тихо, спокойно, культурно, аргументированно. Но, впрочем, аргументированно я говорю и с идиотами. Только я привожу аргументы, почему они таковые. Ну, извините, я привык называть все своими именами. Итак, давайте приступим. Юрий Андреевич, согласна с вами абсолютно во всем. Кроме того, что ваши оппоненты дебилы. Мои оппоненты не дебилы. Некоторые мои оппоненты дебилы. Это правда, но не все. Они не дебилы. Они полные зомбаки. И так дебильно проявляют самозащиту своих сосисок в голове. Ну, отчасти так. Один мой хороший знакомый, нынче покойный, уже после постановки ему диагноза рак, не смог даже прочитать китайское исследование, которое я не только рекомендую, я уже от себя говорю, а еще я аналитику этого китайского исследования делал и видео записал. Смотрите, ищите. И пятой его части не прочел, взвопел. Ну, это же бред! Врач сказал обратное, мол, надо есть мясо. Царство ему небесное. Но он не был дебилом, он был очень умным и интересным человеком. Еще и по общественным меркам духовным. То есть, слушал классическую музыку, ходил в театр на умные постановки и был эрудитом. Но его убила вера в систему. Его убила, конечно, и вера в систему. Но его еще убила вера в сосиску. И значит, человек не был достаточно разумным. Он был умным, если он много знал. Он мог быть даже эрудитом. Как я это говорю в своих видео. Но это не значит, что этот человек является разумным. Потому что одно дело знать, другое дело осознавать то, что ты узнал. То есть, анализировать, логически, критически мыслить, уметь, так сказать, доходить до всего самому, имея базу знаний. Но мы же смотрим в книгу, видим фигу. Мы читаем между строк, мы читаем и познаем только то, во что мы хотим верить. А это совершенно не относится к разумным людям. В частности, пишет дальше женщина, в медицину вера его была. Он также изысканные аргументы выдвигал. Мол, мясо сделало из обезьян людей. Не понял. Изысканные? В этом никакой изысканности нет. В этом есть всего лишь повторюшки дяди Хрюшки. То, что учили, начиная с детского сада и школы, в учебниках. И увидел он это не своими глазами. Он не видел тех диких первобытных каких-то там нендертальцев, которые ели мясо, из которых потом появился человек разумный, каким-то непонятным образом. А он видел картинки, которые ему дяди другие взрослые рисовали. И он в детстве в них свято поверил. Поэтому никаких здесь аргументов, изысканных, тем более вообще нет. Это вообще не аргумент. Напротив, человечество деградировало, поскольку скатилось до мяса и превратилось из людей разумных в людей быдло, в людей деградантов, в людей разрушителей природы и, соответственно, себя, своего тела, духа и разума, и совести своей, как следствие разрушения природы. И вот мы стоим на грани экологической, глобальной катастрофы. С вымиранием каждый буквально божий день погибают виды животных и растений по вине человека, который, свято верит в сосиску, уничтожает миллионы гектар земли, следствие чего разрушаются, так сказать, смываются почвы, эрозия идет там, и голод во многих регионах. В воздух выделяется миллиарды кубометров углекислого газа и метана. Экскременты от миллиардов экземпляров животных, которые специально выращиваются для убоя, сливаются в реки малые и большие, где все уже помирает в ги, и так далее. Вот что происходит. Поэтому его аргументы идиотичны. Но он почил, пишет женщина. А другая дама, ее умный как раз никто не считал, и она себя тоже умной особо не считает, и когда ей поставили диагноз рак, видите, как много людей от рака умирают? А вы думаете, рак вследствие чего? Первопричина онкологии всегда накопление гнойных токсинов и трупных ядов в результате потребления высокомолекулярных, в первую очередь животных белков. Ну, посмотрите мои лекции. Вот по ссылочкам будет 1, 2, 3, 4, первые 4, там еще будут видео, но первые 4, обязательно к просмотру для тех, кто хочет понять, в чем же первопричина этих болезней тяжелых, и почему онкология растет. На то есть несколько факторов, но главное из них питание. Она не считает, даже когда ей поставили диагноз рак, причем у нее не на второй стадии, как у интеллектуала, первого человека, про которого она говорила, а на четвертый нашли рак с метастазом. Она была мегаверующей, ну, религиозной, видимо, и перешла на строжайший, самый строгий пост, вообще только растительное, по большей части живое, сырое питание. В итоге она жива, и рак у нее куда-то убежал. Ну, вполне понятно, такое бывает, хотя не всем рак, с раком достаточно просто перейти на живое питание, хотя такие примеры есть. А я советую, дорогие друзья, если у кого-то это несчастье есть, комплексный подход использовать к этой беде, о которой я рассказываю в своих лекциях по онкологии, по грибкам, ну и прочим. Обязательно посмотрите, кого, не дай бог, конечно, но коснулась такая беда. Читаем дальше. В благодарность Богу она решила поститься всю оставшуюся жизнь. Ну, ладно, молодец. Кстати, она Библию очень хорошо знает и нарыла кучу цитат против поедания плоти, что вполне естественно. Кстати, посмотрите мою лекцию, кто еще не смотрел, Библия и мясо. Мясо и Библия. А можно ли христианину, типа, есть мясо? Вот, посмотрите полностью. Так что вот, дело не в уме, а в степени зазомбированности. Вывод не совсем правильный. Да, дело в степени зазомбированности, само собой, но и в степени разумности. Конечно, не в уме, я согласен еще раз. Ум и разум – это разные вещи. И стоит не дебилами их обзывать, а ставить правильный диагноз – зомбаки. И рекомендовать открыть глаза. Ну, во-первых, я всегда рекомендую открыть глаза. Я, собственно, своими лекциями открываю глаза. И, кстати, очень многим открыл. Во вторую очередь, дебилами обзывать все-таки надо. Как бы вы вот на ваш язык перевели бы знаменитую фразу Лаврова – дебилы, блядь. Дебилы, блядь. Ну, конечно, я бы сказал – козлы нахуй. Потому что ведь я же не всех дебилами называю, а только тех, кто… Ну, я вот сегодня будут вот дальше. Некоторые письма я обязательно опять назову дебилами кое-кого. Но и не всех же, правда, кто мясо ест. Слушайте, но у меня тоже много знакомых, кто ест с кем-то. Я вообще не говорю на тему там, что он ест и так далее. Кто-то, а ведь есть люди, которые же аж выпендриваются, да еще и злобно, да еще и считают себя просто абсолютно правыми и надсмехаются над тем, кто на самом деле прав. То есть над природой надсмехаются. Ну, я уж, извините, таких буду называть дебилами. Но в данном конкретном, конкретном случае, вот смотрите, когда конкретно, и кого, и за что я назвал дебилов. Открывать глаза надо, в любом случае. Поэтому я и произвожу такие на свет видео. С полными зомбаками может номер не пройти. Но для сомневающихся, ваши видео мягче пойдут. Ну, мои видео идут, они и мягче идут, и не мягче. Есть люди разные. Есть люди, которые воспринимают так, на каком языке они сами говорят. Есть такие ха-ха-ха-ха-ха, такие дебиловатые, которые мясо и пивком запить. Ха-ха-ха. Так вот, такие поймут именно вот на таком уровне, на своём. Поэтому есть такая методика, она называется шоковая терапия для спящих мозгов. Это вот для таких вот людей, некоторых, особого психологического склада. Именно так подойдёт лучшая информация, пройдёт, вобьётся в голову, если сразу даже не подействует, то в дальнейшем зёрнышко уже будут, как сказать, прорастёт и даст свои сходы и потом плоды. Хочу поблагодарить вас за такой нелёгкий труд, пожелать вам удачи. Отлично, всё, благодарю за пожелания и вам всего хорошего. Читаем дальше. Пишет другой человек. Яна. Замечательная рубрика. Насмеялась от души. Приятно, когда есть единомышленники, хотя бы и в Ютубе. Надеюсь, вскоре всё больше людей вокруг задумываются, начнут задумываться, благодаря вам. Ну, благодарю. Я на это очень надеюсь. Недавно узнала, что одна из моих учениц, а пишет, видимо, значит, учитель, женщина, девятилетняя, веган от рождения. У неё прекрасная память и усвояемость материалов школьник. Очень талантливая и активная девочка. Ну, что, собственно, и понятно, потому что я это вижу вообще практически по всем детям, веганам и сроидам. Я ещё более того добавлю, что и не болеют практически, даже когда грипп у всего класса, и там 40, температура, то там, если и будет температура, то уже на утро ничего нет, и всё, так сказать, в порядке, а то вовсе не заболевают ничем. Так что всё правильно. Пишет Юрий Д. по-английски. Ну уж очень агрессивно отвечает. То ли сало по ночам подъедает, это он мне, то ли в полодах много пестицидов. Очень агрессивно отвечает. Ну, я поясню вам, дорогой товарищ, я агрессивно отвечаю только определённым людям на конкретные совершенно письма. Вот. И просто я очень не люблю идиотов. Не люблю, когда люди глумятся над здравым смыслом, над природой, над логикой, над естеством, и ещё так корёжат, строят из себя что-то. Вот не люблю я таких. Поэтому я таким так и отвечаю. Я всегда людям отвечаю адекватно тому, что и как они пишут и себя представляют, говорят, как думают, ну, как выражают свои мысли и так далее. А вы, конечно, гениальный вывод сделали. То ли я сало подъедаю по ночам, то есть в этом причина, значит, то, что я, допустим, якобы ем животные продукты, а я сыроед веган, я их не ем. Из-за этого я такой агрессивный. А дальше, либо в плодах много пестицидов. То есть, всё-таки, так сказать, какой-то один, вы уж определитесь, вред или то и другое, да, так сказать. То есть, я и веган, и вроде одновременно не веган, и пестициды виноваты, и сало. Ну, ладно, сказать, когда больше нечего, можно и глупость написать. Я в этом совершенно, так сказать, согласен. Почему бы глупость не написать? Ну, вот я глупость вашу процитировал, ну, и отвечать на неё даже не буду, потому что это сильная глупость. Теперь Валерий Фадеев пишет. Почему вы решили, что дочери необходимо веганство? Давайте я вам отвечу. Не дочери необходимо, не сыну, не папе, не маме, не брату, не свату, а человеку необходимо веганство, потому что он просто веган по своей природе. По строению, ну, скажем, по всем морфологическим, то есть, внешним признакам, по анатомическим, то есть, внутренним, по биохимическим, как функционирует наш организм, начиная от тортовой полости слюной амилазоптиолин, который называется, который расщепляет только углеводы, до всего строения ЖКТ, который я в своих лекциях по пищеварительной стим подробно разбираю, что и почему, перевожу неоспоримые аргументы, то есть, просто констатирую факты. Это мое мясо. Зачем оно вам? Чтобы съесть. А, вы хищница? Поэтому необходимо веганство любому человеку, а маленький он человек или большой, это не имеет значения. В природе, дорогие друзья, все так происходит. То есть, когда маленькое животное, если мы говорим о млекопитающих, перестает пить молоко своей матери, что естественно, оно переходит на что? На видовое питание, то есть на то питание, которым данное животное молодое, потом уже взрослеющее, стареющее, неважно, будет питаться всю свою оставшуюся жизнь, и так из поколения в поколение, миллионами, миллиардами поколений, триллионами экземпляров данного вида животных за всю историю существования данного вида. Так и у человека, дорогой товарищ, все точно так же, потому что законы природы одни и те же, законы логики, здравого смысла одни и те же. Поэтому дочери, не дочери, дальше, в переходный период, но там будет еще один товарищ, я не буду сейчас подробнее объяснять, который тоже такую же ахинею несет, я там подробнее разверну ответ на этот вопрос. Изучите вопрос, пока не поздно. А вы изучили? Вот интересно как? Не так же, как те академик, например, Бронштейн, который вот ссылочку дам, да, в одном из видео, которое объясняет, доказывает, почему так необходимо мясо. Кстати, посмотрите доказательства, классическое, типичное доказательство от науки, почему необходимо есть мясо от академика, медика, Бронштейна. Это вот классический пример того, что максимум может выжать из себя в качестве доказательств подобный человек и подобные люди и подобная вот эта вот система, которая говорит, что надо. Ну, а вы верите и, конечно, повторяете совершенно одно и то же за теми, кто вам когда-то это внедрил, причем внедрил такую приятную для вас мысль, вкусную, брюшную, приятную. Значит, что у вас? Сосиска. Сосиска в голове. Изучите вопрос, пока не поздно, а то сердечко и косточки полетят. Да нет, товарищ, как вас там, Валерий Фадеев, косточки-то у вас полетят как раз. Ну, хоть подумайте и посмотрите, я не знаю, те видео, которые я рекомендую, но вот после этого, ну, скажите хоть что-то, ну, изучите. Нет, вера это сильная штука, я же говорю, особенно святая вера в сосиску, в любимую сосиску. Врата сосиски! Ну, тут палец вверх прям. Пять баллов, все прекрасно. Недавно посмотрел фильм «Земляне». Ужасный фильм. Ну, в каком смысле, может, в художественном, не знаю, но я считаю, что он нормальный фильм. Но рекомендую, то есть, значит, идеи там в нем есть, видимо, из-за этого рекомендую человеку. Единственный вопрос, я, кстати, тоже рекомендую. Я бы хотел видео конкретно, как отказаться от мяса. Я, например, пока не могу, боюсь быть голодным. Как перейти на здоровое питание? С чего начать? С каких продуктов? А как отказаться от мяса вообще? Первое, осознать, что мясо, то есть, мышечная ткань трупа убитого животного, не является пищей для человека вовсе. То есть, это не пища. Магазины, в которых продают трупы, не являются магазинами, по крайней мере, для питания. А это что такое? Выставка трупов? Он отрезает кусок и дает его даме. Да, назвать можно что угодно. Это понятно, но это не значит, что это будет так по сути своей. Я не могу отказаться. Вы не можете отказаться, потому что для вас пока в жизни мясо является часть питания. И вы жаждете привычных вкусов, понятных так вам, с детства с бабушкиными котлетами получены и, как говорится, с материнским молоком. В прямом, кстати, смысле, а не только в переносном. Вот эти гнойные токсины и трупные яды, которые ваша же мама, скорее всего, ела, сосиски, творог, сыр и всё прочее. Ну так вот, она с молоком и передала вам гнойные токсины и трупные яды, которые из вас, наркоманы, уже сделали с рождения. А потом, заставив есть за маму, за папу сначала манную кашку, а потом кусочек сосисочки из бывшей мышечной ткани труп убитого специально для вас, животного, то вы стали наркоманом. И поэтому вы сейчас боитесь, что у вас и страхи есть, а реально страхи идут в том числе от вашей патогенной кишечной микрофлоры, которая вам говорит «Да, я хочу есть». Ну так же, как ломка у наркомана, алкогольного, табачного, ломка идёт. Наркотик, потому что мясо, морфина в мозгу образуется. А как вы хотели? Да, это натуральный наркотик. Но пишет этот же человек, да, кстати, подобный был вегетрианцем. Совершенно верно. И небольшое замечание. Опять вы слово паразит лайк употребили. Ну извините, ладно, я говорю лайк потому, что это для большинства людей просто понятно. Ну хорошо, пальчик вверх. Да, вот пальчик вверх ставьте, если вы согласны. То, что со мной согласны. С той прописной истиной земного мира, которую я просто поясняю. Я просто очень не люблю зашоренность, какой-то фанатизм. Кстати, там будет одна о фанатизме. Это кому она вообще пишет? Вот я как раз всё это терпеть не могу. Я люблю здравомыслие и не люблю оправдывать свои какие-то пристрастия, привычки или чужие. И не даю другим оправдывать свои пристрастия, привычки ценой попрания разума и здравого смысла. Потому что, да, меня это обижает. Не мои личные обиды меня волнуют, а обиды, когда совесть человек попирает вообще, растаптывает ногами в грязь. Когда здравый смысл, логику и природу, думая о себя и возвышая над природой, считая себя царём, чуть ли не природы, и умнее, чем природа или Бог. Ну, кто во что верит. Вот это я не люблю. Уважаемый автор пишет мне Сергей Ес. Вот почему нельзя себя называть Вася Петров там или там Иван Иванович Иванов там. Ну, почему нельзя? Слушайте, я вот обращаюсь к... Ну, измените свои вот эти... Поставьте аватарку, то есть своё лицо, своё, не героя из комиксов или там откуда-то, из мультфильмов или из фильмов, а своё. И поставьте, как вас зовут. Кстати, скоро будет закон, который запретит, я вот это вот одно из исключений, когда я рад такому закону, который только по паспорту можно будет поставить аккаунт, свой один только зарегистрировать, ну, или несколько, но по паспорту главное, и называть себя тем, кем ты являешься. По-моему, это правильно. Итак, уважаемый автор, ваш гнев не оправдывает вас в оскорблениях. А я что, считаю или говорю вам, что мой гнев оправдан? Я считаю, что оправдан, но я об этом не говорю. Вы мне говорите, как будто я утверждаю, что я оправдываю свой гнев. Хочу, чтобы как бы вы оправдали мой гнев. Нет, я такое не говорю. Так, почему вы даёте оценку людям? Потому что я хочу констатировать факты. Потому что меня оскорбляет глумление над тем, что я произнёс чуть раньше фразы. Употомляясь им. Дальше, ТНМ, не знаю в скобках, что такое ТНМ. Кто вас обидел? Или вопрос, это может тогда надо восклицать на знак. Кто вас обидел? Меня, ни меня лично никто не обидел. Это сделать сложно достаточно. Вы знаете, была такая песня у синей птицы. Ты не только меня обижаешь, ты сейчас обижаешь любовь. Вот перефразируя, вот эти люди, глумляясь над здравым смыслом и природой, они обижают не меня, они обижают истину. Истину, то есть законы природы. Ну, а вот это я остропеть уже не могу, извините. Так что я им не уподобляюсь. Они глумятся над здравым смыслом, я же здравый смысл ценю и хочу, чтобы он восторжествовал. Так что вы про противоположности говорите. Вы падаете низко. Нет, я высоко возвышаюсь. А у вас, видимо, сосиска в голове. Так, идем дальше. Юрий Андреевич, просто супер, уровень подачи высочайший. Вот так-то, это прежнему. Вот так-то, так тоже люди оценивают. Наидоступнейший. Попробуй, объясни всем этим деревянным, еще первобытные люди мясо ели. Типа, когда они вместе еще находятся, тем более, да, вместе, это стадное, сразу чувство возникает, верно. Без эмоций что-то разумное на тему питания. А вы на такие изощренные, извращенные, сосисочно-головные мысли такие понятные, исчерпывающие ответы даете. Благодарю. Благодарю вас за понимание и, так сказать, вот за то, что я помог, может быть, вам объяснить им, я надеюсь, что мои видео, может быть, и им помогут осознать то, в какой маразме они находятся. Продолжайте. Это еще очень весело ваши комментарии слышать на высказывания, особенно отбитых все той же сосиской. Да, абсолютно правильно. А почему бы не посмеяться над этими людьми? Может быть, они от смеха что-то поймут. Ведь разные люди, психотипы разные, характеры, темперамент, и люди понимают совершенно по-разному. Вот я поражаюсь над теми, кто пишет, как будто тоже в последней инстанции истину говорит, что, типа, как надо мне говорить, с какими, типа, интонациями, эмоциями, выражениями, чтобы, типа, люди лучше поняли. Ну, дорогие товарищи, люди понимают по-разному. Большинству людей, подавляющим, я говорю, как разумным людям, просто доношу логическую цепочку мыслей, а с кем-то надо говорить на их языке, чтобы они тоже лучше поняли, чтобы они тоже могли понять. В конце концов, это делается для их же блага в том числе. Ну, и, конечно, для нашего. Мы же живем в этом мире, и нормальные люди, мы не хотим видеть вокруг себя мясобойни, реки крови и глумления. Ну, поэтому буду я по-разному доносить эту информацию до всех людей. Юрий Андреевич, благодарю вас. Ваши видео прямо пробуждают от дремоты, в которую затягивают старые привычки. Вот разумно? Абсолютно. Мясо, я не ему уже 15 лет, а вот сыроедение пока синусоида получается, то есть туда-сюда. Ну, понятно. Ну, послушаю вас, и жизнь налаживается. Так и надо правду говорить. Нечего деликатничать. А я тоже согласен. Нечего деликатничать. В таких тем более вопросах. Принципиально. Если бы я двуручничал, или что, это одна тема. Но я человек прямой, открытый, и говорю то, что думаю, то, что есть. Но я, по крайней мере, то, что говорю, могу доказать. Дальше. Андрей Зуев. Все по сути, конечно, сказано. Но желательно, пожалуйста, не оскорбляйте мясоедов. Это их выбор, за которые они ответственны. Вот опять вот это начинается. Ко всем надо с пониманием относиться. Я всегда готов относиться с пониманием. И, кстати, для справедливости. Я не оскорбляю мясоедов. Я, если уж так говорить, оскорбляю только тех, хотя я считаю, что не оскорбляю, констатирую факт, а уж оскорбятся они или нет, это дело другое. Я говорю всегда конкретным людям на конкретные письма. Если вы воспринимаете, что я отвечаю конкретному человеку на конкретную глупость, как в прошлом видео было, например, посмотрите. Что Бог благословил, то не может быть скверным. А Бог, когда давал завет ною, но человек-то был рядом, учите матчасть, где тут написано трупы. Травы переели, и не видите разницы между трупом и правильно зарезанной тушей. Придурок, да? Если это туша, то это уже труп. Сорванный огурец и помидор тоже являются трупом. Ну, что тут можно сказать? Дебил. Так вот, вы это слышали сейчас? То есть я конкретно этому человеку ответил. Так, я не всем мясоедам. И прошу вас, вот зрители, кто эту глупость еще хочет сказать, что не надо грубо мясоедам или дебилами обзывать всех. Я не всех и не всем мясоедам так говорю, да? Все, прекратили. Хорошо? Прекратили. Это их выбор, за который они ответственны, да? А мы ответственны и за тех, кого приручили. И поэтому мы будем защищать тех, кого мы приручили, и за кого мы ответственны. Перед такими неосознанными, безответственными индивидууми, которые себя называют людьми, почему-то разумными. Сосиской в голове. Сосиска в голове. Мейкап. Неприятно слушать информацию в негативном соусе. Ну, извините, не все же воспринимать только в розовых очках и в белых облаках, как ангелочки, чтобы все летали, и я, чтобы пел приятные песни для наслаждения, вкуса и слуха, так сказать, просветленных людей. Правда? Наверное, не только это. Так, полезная информация заходит в ум на позитиве, а у вас трэш. Да вы что? А я считаю, что полезная информация заходит от ума к уму, от разума к разуму, от мозга к мозгу. То есть, от того, что говорит человек, второй слушающий понимает, думает, сопоставляет, анализирует и принимает, если это разумно. Вот я полагаю, только так. Ну, а под всех построиться и подстроиться как-то не хочется, и я думаю, неправильно. У нас трэш. Но трэш только в этой рубрике, наверное, и то, наверное, не во всем, что я в этой рубрике говорю. Правда? А только в маленькой части того, что вот вы считаете оскорблением кого-то. Опускаться до оскорбления, пишет человек, а я считаю, что подниматься до оскорбления. Почему опускаться-то? Вообще не понял зачем? Ради вразумления. Да. На некоторых вразумления действуют через оскорбление. Ради рейтинга? Не думаю. Вы правильно не думаете. То есть вы думаете верно, не ради рейтинга. Точно. Одумаетесь. Ну и благодарю за труд. Подумал. Одумался. Продолжаю. Светлана Шараева пишет. Ух, длинная. Как раз только что прочитала у кого-то толстого и неумного на стене пост. Ну, что там за пост? Ладно, сейчас уже не помню. И пишет. В кавычках, то есть, видимо, цитату. Психологически. Нездоровые люди обычно фанатики здорового образа жизни. О, еще одного цитата умника. Ну, это я понял. Не женщина, это от себя пишет. Она как бы процитировала. Они постоянно, то есть, кто фанатики здорового образа жизни, они постоянно ищут правильную пищу и напитки. Не курят, не пьют вина. Вот ведь идиоты. Действительно. Ну, какие же дебилы. Даже вина не пьют, не курят. Ну, просто какие-то конченые отморозки. Дебилы, дебилы. Нечем им заниматься. Вот ведь гениальный человек это пишет. Ну, просто гений. Наверное, он психолог. Ну, читаем дальше. Они, то есть, ведущие здорового образа жизни, нуждаются во множестве солей и одержимой аптеками. Опа! Ну, человек все в одну кучу смешал. Видимо, гений. Солей, вообще-то и вам, даже если вы психолог, если вы даже фраидист, или даже если вы отмороженный, или наоборот слишком заумный, то и вам, как бы вам этого не хотелось думать, тоже нужны соли. То есть, минералы. Только желательно неорганические. В хилатной форме, то есть, в органическом виде, а не в неорганическом виде, в виде осадков в чайнике. Вот это вам очень не советую пить осадок из чайника. Поэтому вам, как бы вы не хотели этого, соли тоже жизненно необходимы. Ну, смиритесь с этим. Вот. А одержимые аптеками, не те люди, которые ведут здоровый образ жизни, а вот как раз те, у кого бубум сосиска в голове. Так, вечно с новыми выдумками, но никогда не здоровы до конца. Катастрофа! На помощь! На помощь! А мясоеды, те, кто едят всё подряд, ходят по аптекам, слушают докторов, в том числе психологов вот таких, они типа выглядят все хорошо до конца? Или это зависит вообще-то, как человек выглядит, совершенно от разных причин, да, и факторов, и не только от питания. Ведь мы не в вакууме живём, а на нас действует множество факторов. И потом питание здоровое, оно здорово, как говорил Норма Нокер, что меня часто спрашивают, ну что же, вот вегетарианцы, так сказать, а вот больные. А извините, вегетарианцы это не веганы-сыроеды, которые не едят жареную, варёную пищу, а ты можешь и есть хлебушек, булки, запеканки с творогом, прочее, и быть типа вегетарианцем, но будешь больным, ещё более больным, чем мясоед, который ест там какие-нибудь на охоте убитых животных, так сказать, и так далее, и так далее. Да, конечно. Поэтому нужен здравый смысл. А если не хватает, ну как сказать, информации, то слушайте то, что я говорю в своих лекциях. Ну а, значит, если разуму, то я даже это разжёвываю, объясняю, как нужно логически мыслить, если уже логика не идёт. Но читаем дальше, гения до конца. Действительно, грешник обычно чувствует себя лучше праведного. О, как хорошо. То есть уже тех людей, кто ведёт здоровый образ жизни, этот умник назвал грешником. А праведник, наверное, тот, кто горлышко у овечек перерезает, выпускает кровь, потом брюхо вспарывает, кишки наматывает, выкидывает. И с радостью, с благими, наверное, Боги о высоких мыслях и чувствах в своём, видимо, долге каком-то, да, начинают о чём-то размышлять и спокойно после этого жить. Да, прекрасно. Ведь сорняки всегда распускаются гуще пшеницы. Да вы просто философ. Молодец. Все добродетельные люди на это жалуются. Это вы-то добродетельные. Кто шашлык за обе щеки с соусом упоминает, да, и философствует, ну, прекрасно. Те, кто так заботятся о себе, всегда болезненны. А, то есть те, кто о себе вообще не заботятся, жрут всё подряд, пьют всё, что угодно, и о таких большинства они, значит, здоровы. Да, что ж с людьми сосиска-то делает, особенно это, когда, если сосиска в голове. Это поразительная страсть, например, к питью определённой воды, происходит от постоянного страха в них, то есть страха смерти. Нет, дорогой товарищ, подсказываю. Такая жажда к хорошей воде возникает у людей тогда, когда они пьют плохую воду и когда-то начинают осознавать, что пить плохую воду не стоит. А вода очень многое значит в нашей жизни. Это универсальный растворитель, это, так сказать, жидкость, которая обеспечивает все биохимические процессы, благодаря только воде они происходят. И эти люди когда-то начинают понимать, что от того, какую воду мы пьём, от этого будут зависеть и качество, и продолжительность нашей жизни. И они просто не хотят быть идиотами, которые просто льются вот по течению этой прекрасной, цивилизованной, отравленной химии жизни. И они просто начинают понимать, что я могу, если я живу, если я тружусь, я могу всё-таки, наверное, заслужить то, чтобы всё-таки пить воду качественную, пусть даже если мир изгадили вокруг меня. Вот, по-моему, это как раз разумные люди. Страх смерти. А, значит, мясоеды, кто о воде чистой не думает, у них нету страха смерти. Да, не встречали таких мясоедов, кто задумывается о смерти и боится её? Нет? Нет, таких нет. Потому что нечто внутри говорит, Господи, не дай мне умереть, ведь я ещё не жил. Можно я вас поцелую? Дистанционно, так просто. Я не знаю, что сказать такому человеку. У меня уже просто... Вот до чего же может дойти бред и, скажем, абсурдность вот таких горе-размышлений умников, вот когда они даже голумятся, ведь над собой, по сути, как над частью природы, над разумом человечества, потому что разумный человек так не может мыслить. А кто это так мыслит? Вот, кавычка, закрылась. Карл Густав Юнг. Анализ сновидений зимний семена. Лекция 5 февраля 30-го года. 10 строк, но зато каких? Сейчас дальше прочтём. Ну, значит, он идиот. Нет, он может быть умный человек, но он идиот. Такое бывает. Бывает. Он, может быть, много читал, он, может быть, пытается что-то анализировать, но анализирует через призму своих желаний, пристрастий, привычек, верований. Вот он доанализировался до того, что, ну, это другой пример приведу, когда-то великий Мечников-академик говорил, что толстый кишечник человеку не нужен. Это типа рудимент, как аппендикс. Пояснять это из речения, я надеюсь, вам не нужно. Никто же не скажет, что это глупый человек. Но то, что он идиот, хотя бы в данном вопросе, и неразумен в данном своём измышлении, по-моему, это очевидно. И нет здесь никаких противоречий. А кто ищет здесь противоречия у того, что... Конечно. Дальше. Всё в кучу. Лишь бы оправдать свою лень и глупость, признаком психического нездоровья по Юнгу оказывается, является фанатичное исследование ЗОЖ. Ну, то есть, человек говорит, что же он творит, мол, правильно? Тут так сформулировано хитро, что не фанатическое исследование ЗОЖ признак психического нездоровья. На это можно было бы не обращать внимания. Фанатизм вообще вещь нездоровая, а то, что именно психически нездоровые люди фанатеют именно от ЗОЖ, судя по фото в статье, у Юнга знания о ЗОЖ чисто теоретические. Если вот это он говорил, ну да, если. Вот ещё в чём вопрос. Кстати, да, может он это не говорит, а если говорил, то вывод из этого вполне определённо я сделал. Ну, согласен с человеком. Идём дальше. Так, пишет человек. Некоторое время назад имел беседу с одним научным сотрудником институтов Академии наук. Привёл ей аргументы о том, ну, что все морфологические признаки, которые вы называли в своих видео, хотя и анатомические, и биохимические я назвал, говорят о том, что человек не хищник. Естественно, это так, это просто факт. Но она, не зная, что мне на это возразить, уже хорошо, правда? Сказала следующее. А разум человеку для чего? Вот я сейчас сделаю паузу, дальше зачитаю, что человек дальше пишет, и скажу. А вот правда, возникает вопрос, мадам учёные, а разум вообще? Зачем человеку? Или вам он не нужен? И вы свои любимые сосиски будете оправдывать чем угодно, даже когда у вас аргументы ваши последние и единственные. Те аргументы, которые вы заучили с детства и со школьной институтской скамьи, а других у вас, разумеется, нет, вы эти аргументы исчерпали, ну и вам лишь бы что сказать, даже если это дискредитирует ваше образование. Ну хорошо. Мол, на то и разум человеку, чтобы придумать орудия труда и с помощью них добыть себе животное в пище. Ну можно так же сказать, ну на то и разум дан человеку, чтобы придумать орудия труда, которыми, так сказать, построить завод, трубу с ядохимикатами вывезти в реку, а потом ниже по течению пить эту воду. Или по-другому. Ну на то и разум дан человеку, чтобы подойдя к отвесной скале, отковырять палкой-копалкой там какую-нибудь, так сказать, вот породу, известняк, например, увидят там ракушки красивые. И эти ракушки есть, но на то же разум человеку дан. Я вообще поражаюсь над этими людьми, которые почему-то считают пищей то, что вообще пищей не является. Никакие испражнения, выделения или ткани животных для человека, как для существа плодоядного, не травоядного, не хищника, не всеядного, а плодоядного не являются пищей. Ни трупы животных в разных его проявлениях, даже отдельные части трупов животных и то не являются пищей для человека. А фантазии, конечно, это что ж, хорошо, можно и пофантазировать, но смешно и непрофессионально. У меня, если честно, чуть челюсть не отвисла, когда я это услышал. Ну, жаль, что меня там не было, я бы ее успокоил, так бы успокоил, чтобы она поняла, какие существуют аргументы обратного. Представляете, Юрий Андреевич, что скажете об этом? Ну, что я скажу? Что дураков не сеют, не пашут, что в погоне за любимой сосиской люди готовы на что угодно, даже на позор собственный, позор, то есть своего разума, здравомыслия, которого вовсе нет, ну и вот на глупости любого уровня, любой стадии поражения головного мозга верованиями и глупостями. Что я вам этого могу сказать? А я об этом, собственно, сказал в первых видео, которые, я надеюсь, вы посмотрите и дадите послушать вот этим умным людям. А если они действительно разумные, они не обидятся на то, что я их так называю, а загорятся желанием изучить, в чем же меня можно подколоть и вывести на чистую воду, в чем же я не прав. Ну вот, пусть посмотрим. А если они честные люди перед собой, и чуть-чуть совести у них осталось, они потом извинятся публично и скажут, Юрий Андреевич, какая же я была дура. Вот я в свое время себе лично сказал, я просто дебил, конченый дебил был, я не хочу быть таким дебилом. Ну, то есть, я имею право и назвать такого же дебилом ради его же блага, чтобы он просто стал человеком. Вот я так считаю, ради его блага. Я люблю таких людей, поэтому я их называю дебилами, чтобы они очнулись и стали разумными людьми. Дмитрий пишет, Дмитрий Черкас, по-английски опять, ну да. А мне интересно, что если взять такого упертого мясоеда-идиота и силой принудительно на сырую плодовую диету посадить? Мозги вот у него встанут на место или нет? Считаю это допустимым. Раз система насильно людей загоняет в стойло, почему бы силой нам людей из системы не вырвать? Слушайте, а, кстати, это вполне, кстати, разумно. Это вообще абсолютно адекватно, потому что поступать адекватно это справедливо. И если люди поступают или часть тех, кто общество ведет за собой и навязывает им стереотипы догмоповедения, хотя они идиотичны, противоестественны, антинаучны и антиразумны, то почему бы разумным людям действительно не заставить дебилов пострадать немножко? Хотя эти страдания, кстати, дебилов приведут в рай. Ну я условно это говорю. То есть, к счастью. А, кстати, людей можно насильно быть заставить счастливым. Запросто. Но ведь большинство не понимает, например, что можно к лучшему прийти. То есть, они зазомбированы, но лучшее другое, не то, что они во что верят. Если их насильно, то да, они потом скажут спасибо, поблагодарят. Так вот, на остров необитаемый привезти группку, помучаются, поедят фрукты, станут здоровее, энергичнее, они почувствуют. И уверяю вас правильно, большинство людей из этих скажет, господи, да мне же так лучше, каким же я был идиотом. Но не все. Часть обязательно те, кто сосиску в голове оставит, любимую, они будут говорить и просто сосиски, просто, 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 сосиски. Вот они будут так говорить, мантру эту повторять, желая вкусить этот божественный продукт, ради которого мы и живем, как говорил академик Бронштейн. Мясо это гениальная вещь, и не надо порочить этот изумительный продукт, ради которого мы живем. Так вот, соответственно, ради которого мы живем. Так вот, они будут о нем мечтать, вожделение свои, так сказать, и хоть здоровее будут, но как только их с необитаемого острова уберут, они дорвутся до любимой сосиски, за обе щеки сразу килограммами начнут поглощать, опять станут больными и так далее, но зато спокойными и типа радостными, как им кажется. Вот так будут рыгать, икать, брюхо поглаживать, вот так смеяться, постепенно они вот так вот начнут смеяться, сначала интеллигентно, а потом уже, когда совсем не в меру сосиски закидают, голоды пройдут, брюхо вырастет, щеки, бока в стороны, то есть они вот так уже будут, да, большинство, а как иначе? Жизнь такова, это не я такой, не мы такие, жизнь такая. Юрий Андреевич пишет другой человек, спасибо вам за ваше видео, создается впечатление, если удастся достучаться до одного человека из тысячи, то это уже грандиозный успех, ну да, к сожалению, даже когда мясоедом привожу в пример Алексея Воеводу или Джо Ролина, а это веган, олимпийский чемпион по боксу, и на соревнованиях силачей Ролина на плечах поднял, кстати, имея не такой же большой вес, это я уже от себя, стойку весом 1453 килограмма, в 104 года, ну, мясоеды, Васи, слушайте внимательно, в 104 года Ролина гнул монеты двумя пальцами, вот так, 25-центовые, я от себя это говорю, я знаю так, раз, не дожив до 105 лет, так как его сбила машина, не сам он умер, машина сбила, с 20 лет человек не ел трупы животных, да, он был веганом с 20 лет, мясоеды, это к вам насчет того, что, мол, вы, а вот приведите пример 20-летнего, там, столетнего, вернее, какого-нибудь, приведите пример 100-летнего вегана какого-нибудь или сыроеда, бубу, типа их нет, да интернет, откройте, если вы не конченые лентяи, и найдете кучу таких примеров, однако, даже после таких примеров найдут себе тысячу одно оправдание, дескать, у них организм другой, или это все неправда, и все в таком духе, дальше я сейчас прочитаю, интересный человек пишет, но я вначале скажу, вот как один человек тоже мне под другим видео написал, Юрий Андреевич, вот есть такие, кто даже на смертном адре будет умирать, гнить заживо, и говорить, а при чем тут еда, и найдет тысячу аргументов оправдания своей любимой сосиски, вот это беда, но вероятно, у человека и судьба такова, не суждено ему в этой жизни понять законы природы, мироздания, жизни, кто он в этом мире, зачем он сюда пришел, и прожил он свою жизнь, скорее всего, не доведя свой жизненный урок до конца, и придется ему это отрабатывать, в лучшем случае заново тем же способом, а в худшем стать той зверюшкой, которых он поедал несчитанных количеств в свою жизнь, поглаживая свое любимое брюшко, и это будет справедливо, потому что в мире все по законам справедливости воздается, называется это законы кармы, или законы причинно-следственных связей, можете это называть как угодно. Дальше пишет человек, есть знакомые у меня, зная, что я был спортсменом, постоянно просили то плитку им поднять куда-то там для ремонта, то мебель перетаскать, и так далее, но зато за каждым застольем сидели, ели трупы, и то никого не трогал я, а они начинали, мол, ха-ха, хи-хи, вот ты не ешь мясо, у тебя сил не будет, вот только на протяжении шести лет у меня сил больше, чем у них всех вместе взятых, ибо я один поднимал три блока плитки, они втроем брали по одному блоку, кстати, я тоже по три больших плитки всегда ношу, еще бегом, бегом, показывая ребятам, как вообще-то надо не лентяничать, но все равно продолжались эти подколы и смешки, а я вот сейчас, значит, поражаюсь, вот действительно, вот поражаешься, это кто, дебилы, да, это люди с сосиской в голове, ну, очевидно, что разумный человек, разумный, он поймет и как-то задумается, даже если вначале будет отсмехаться, что прошел год, все, белков запаса, если верна-то о теории, что только из животных белков, все незаменимые аминокислоты, человек уже не то, что поднимать три больших тюка плитки или там что-то, он свои ноги поднимать не должен был бы, но он поднимает, как и прежде, а то и сильнее стал, а они уминают сосиску за сосиской, но не могут поднять, и что? Вот я и говорю, я не дебилами называю тех, кто не заслуживает, я называю тех, кто глумится над здравым смыслом, но те и есть дебилы, поэтому я говорю так, как есть дебилы, но все равно продолжались эти подколки и смешки, что у меня не будет силы, когда не будет, ну когда вы уж дождетесь, когда вы умрете, дождетесь, типа на том свете увидите, уж не увидите, в итоге принял для себя решение практически прекратить с ними общение, ибо теперь такую глупость и невежество не было сил терпеть, и вот спрашивается, где логика, а ее тут нет логики, вообще вот в том-то и дело нет. Ржать, что силы не будет, не мудрено, но постоянно звать на помощь ответ, логика отсутствует полностью, как с людьми общаться, как достучаться до них, если бы они камни, асфальт, кал, ели бы, и пусть ели бы на здоровье, вот только ихняя прихоть приводит к убийству, вот важный вопрос человек поднимает, 200 миллиардов животных ежегодно, это не считая рыбы, ну тут куры и прочее, рыбу исчисляют тысячами, то до миллионами, поэтому продолжаю объяснять, но живые примеры и логика, на них пустой звук, на фоне их чревоугодия, становится понятно, почему мы живем в таком равнодушном мире, ибо не вообразим масштаб того, насколько всем на них насрать, грустно все это, вот блин, ни одного человека не смог переубедить свою жизнь, жаль, ну вот, ну а я переубедил тысячи, я уверен, что вы сможете переубедить, подождите, своим примером жизни вы обязательно переубедите кого-то, обязательно, один знакомый на год перестал есть мясо, на год, даже сказал, что ему стало лучше, ну естественно, грустно все это, один знакомый на год перестал есть мясо, даже сказал, что ему стало лучше, но потом вернулся к трупоедению, сказал, что не хочет себя больше ущемлять в удовольствиях, Вот печально все это. Такая история. Да, человек ищет, как он говорит, только наслаждение. Здесь правильно уместно упомянуть слово, но по сути верно. То есть, да, есть такие люди, что же говорить, которые живут для своего брюха, которые смыслом своей жизни считают набить брюхо повкуснее. Они бедные, несчастные люди, стоит их пожалеть, если они в этом прекрасном мире, еще пока не убитом до конца, такими же, как они, не могут видеть то прекрасное, чем стоит восхищаться, чем стоит умиляться в мир, в котором так интересно жить, если природа вокруг, если ты хоть иногда с этой природой общаешься, а тем более живешь на природе. И не видеть всего этого, не чувствовать, не получать огромные наслаждения, радость от созерцания этой красоты вокруг, от каких-то достижений твоего рассудка, разума, от того, что ты созидатель на этом земле, на этом мире, в этом мире пришел сюда, так сказать, не просто нагадить, наследить, а что-то создать. Вот если от духовных, высоких чувств, стремлений, труда людского над собой, куда ты можешь в этот мир привнести что-то хорошее, светлое, помочь кому-то, поднять, как говорится, за плечо, оперевшись соседу и пойти к развитию личному и общественному. Вот если ты все это не чувствуешь и от этого не испытываешь радость, которая всегда перевешивает для разумного человека брюшное вот это наслаждение, то жаль таких людей, ну таких большинство, что же делать? Но это не значит, что такой человек имеет право потом, скатившись до своего брюшного уровня, глумиться над здравым смыслом. Не дадим мы им это делать, по крайней мере я не дам уж такой, извините, я человек. Далее, Генри М.Джи. Если заменить не всем понятное с точки зрения русской этимологии слова мясо на слово труп, ну что я и сделал в первой части, и далее трупоедение, то зачастую люди начинают задумываться. То есть, если всем понятное с точки зрения слова этимология русское мясо, хотя оно действительно, так сказать, какое-то вообще непонятное, и это вообще ни о чем. То есть, это образ вкусной котлеты, сосиски, это образ покручивания брюшка своего от радости, вкушения шкварчащих, так сказать, масляных гренок или чего-то прочего. Так вот, да, конечно, на правильное слово труп, то да, то люди, некоторые задумаются, да, некоторые задумаются, совершенно согласен, так и надо говорить. Я вообще считаю, что вещи надо назвать своими именами, и чтобы у людей не было никаких хитрых, завуалированных и оправдательных для себя терминов. Это недостойно разумного человека. Идем дальше. Правильно написал человек. Владимир Матвеев пишет. Так сказать, часами и так далее, то это не значит, что ему нужны сосиски. Это больное представление о пополнении энергозатрат, калорий и так далее. Кстати, теория калорийности абсолютно глупая и порочна. Ее опровергают жизнь, ее опровергают научные труды. Например, Галина Петровна Шаталовой, которая с марафонцами, теми, которые в... и теми, которые энергии потребляют не менее шахтеров, тем не менее смогла на сверхнизкой калорийной пищи, на живой растительной, так сказать, побеждать, дала возможность этим людям выносить несоизмеримые нагрузки, причем в условиях пустыни, степей, горных местностей, горной с разряженным воздухом, несоизмеримо больше, чем те калорийные сосискоеды, которые втюхивают в себя, как им умные, добрые врачи рекомендуют сверхвысокие дозы белков и прочее. Все, что рекомендовали всегда, что вы на это скажете, товарищ, или этого не было. Или все проще, просто вы хотите оправдать свою любимую сосиску не только в голове, а сосиска вам в голове, которая у вас сидит, пытается оправдать сосиску, которая в брюшке. Либо, это хорошо, что либо, эквивалент в растительной пище. При втором варианте, проблема с животиком будет, как эквивалент растительной пищи будет равняться нескольким килограммам пищи. Да с чего вы это взяли? Ну с чего вы это взяли, дорогой товарищ? Например, во многих видах ореха, белка, по отношению к общей массе продукта, гораздо выше, чем в большинстве видах мяса. Ну а есть и такие, которые конопля, амарант, злаки, некоторые в которых гораздо выше, чем в любом виде мяса. И даже если из мяса выжать воду до состояния количества процентного нарушения воды в тех продуктах, которые я выше привел вам для примера. Ну а тем более, да, вашим животиком будет гораздо сложнее справиться с таким количеством перевариваемой пищи большим выделением газов. Нет, товарищ дорогой, вообще-то большие выделения газов бывают при несовместимости пищи, когда люди едят сладкое и белковую пищу. Вот тогда идёт брожение с выделением газов, а также идёт выделение газов у тех, кто болен, и есть определённые проблемы с ЖКТ. У кого слишком большое количество кишечной патогенной микрофлоры, в том числе мясоеды, варёные еды, у них что, не бывает большого количества газов? Вы таких людей не встречали, не слышали о таких? Ну, такой можно оправдывать любимую сосиску, шкворчащую в своём брюшке. Ну, очнитесь, очнитесь. И в Сибири есть сыроеды, которые не едят мясо. И я рассказывал о многих в былые времена, а также приводил цитаты в некоторых видеописем, которые мне пишут люди. Дедушки и бабушки, которые жили в Сибири, жили далеко за 100, 110 и 120 лет, и никогда в жизни не ели мясо. Хотя жили в Сибири и трудились не так, как сейчас трудятся работники офисной сферы, да? Так что спокойно, спокойно, товарищ дорогой, спокойно. Не получится оправдать свою сосиску, ну, никак не выйдет у вас. Не выйдет. Далее. Светлана Хохалина пишет. Юрий Андреевич, я вас обожаю, ну, благодарю. Я говорю именно за то, что вы всё называете своими именами. И, кстати, я люблю и уважаю людей, которые называют всё своими именами, потому что это честно. Честно. Когда я говорю людям правду, то есть называю тоже вещи своими именами, они обижаются. Ну, разные люди. И что ж тут поделаешь? Что же нам теперь быть нечестными людьми и не называть вещи своими именами? Я считаю, что не стоит так поступать. Как мне приятно вас слушать. Я ваш единомышленник. Обо всём, о чём я раньше задумывалась, в чём сомневалась, нашла подтверждение ваших лекций. Да, а таких дебилов у нас по стране 90%, ну, вот, может, меньше всё-таки. Я надеюсь на это. Есть люди, ну, скажем, знаете, такие зомби. Есть люди, как бы прокатившиеся через эту матрицу, спящие люди. На них разумное слово действует. Их, конечно, не надо называть дебилами. Я думаю, таких гораздо меньше. От души смеялась, слушая вашу лекцию. Очень здорово. Но речь идёт о той первой сосиске в голове, первой части. Очень здорово преподнесли. Как всегда, приятно слушать умного, честного, образованного человека. Я благодарю вас за это письмо. Так, вот пишет человек. Я вегетарианец уже 4 года. Перестал болеть совсем. Во многом благодаря вашим лекциям. За что вам спасибо, Юрий Андреевич. Всех благ, хорошее дело делайте. Благодарю вас. Ради этого и стараюсь. Потому что мог бы совершенно по-другому это время использовать. Для других совершенно целей. С большей выгодой для себя. Трачу часть своего времени на просвещение людей. Я надеюсь, мир этот сделать лучше. И, кстати, у меня получается. Потому что я вижу отзывы совершенно и других людей. Разумных. И те, кто вчера ещё не задумывался о сегодня. И говорит, какой же я был идиот ещё вчера. Вот это честные люди. Сильные люди не те, кто сопротивляется любой цитной. Даже попрание здравого смысла. Да, глумление над ним. А тот сильный человек, который находит себе мужество и смелость. Сказать, да, дебилом я был безмозглым. Хорошо, что я теперь действительно прозрел. И я никогда таким больше не буду. Руку жму виртуально вам. Товарищи. Вот такие порядочные, честные люди. Александр, благодарю. Продолжайте эту рубрику. Будет что ответить некоторым неадекватным людям. Кстати, совершенно верно. Для этого я её тоже в том числе веду. Я так и говорил. Что для тех я ещё делаю, кто сам не может найти аргументы. Кого не слушают родственники, что часто бывает. А тут послушают и кого-то проймёт обязательно. Не сразу, так потом. Один мне вообще в столовой сказал. Когда увидел, что я рис взял, типа он тоже живой. То есть вот этот умник, мясоед, сосискоед сказал. Ха-ха-ха. А рис-то тоже живой. Ха-ха-ха. Мог бы дальше расти. Я ещё в шоке. Интересно, рис самосевом как сеется. Вырастет дальше рис из него. Я ещё в шоке. Это вот чтобы такую глупость сказать, надо действительно быть кем? С сосиской в голове. Юрий Андреевич, объясните ещё раз, пожалуйста, насчёт деревьев. А то с одной тоже поспорил. Говорит, деревья тоже живые. А вся мебель у нас из чего? Ну, вообще-то у вас, скорее всего, я имею в виду таких вот. Из пластика, скорее всего. Из НДФ. Там есть стружка. Но в основном клей, фенолы, формальдегид. То есть вся эта прелесть, которую вы так любите от нашей цивилизации. Прекрасная и разумная. А из массива дерева, ну что ж, у кого-то есть, да. А вот эта, например, вот мебель везде из массива дерева сделана. И, кстати, я очень человек разумный в этом смысле тоже. Почему у меня из массива? Чтобы никогда не выкидывать, как у вас из НДФ, а на столетие. Ну, пока дом существовать будет. Как всегда делали разумные люди и на Руси, и в других странах, когда руководствовались целесообразностью, экономией и рачительным природопользованием. А то с одной поспорят. Это деревья тоже живые. Вся мебель. Ммм, да. Из-за нас их срубают. А сосиску оправдывают. Правда, как хорошо? Это она таким образом, типа, пытается защититься от угрызений своей совести. Меня поражает, как вообще люди могут сравнивать, пусть даже сруб дерева и перерезание горла коровы. Вы правильно? Вот абсолютно четко написали. Вот для таких умников я сделал, написал такую статью, которую понимаю, что теперь уже понимаю, что надо озвучить. Люди у нас уже не читают. Пусть все-таки найдут себе силы. Если не прочитать, то посмотреть. Даю под этим видом ссылку. Аудио гида. Озвучивает человек. Первую ступень Толстого. Если после просмотра, прослушивания того, что Толстой пишет, у человека здесь в душе, в сердце не перевернется все, не сожмется она в кулак вот так вот, не заплачет человек, то этот человек мертвый уже духовно. И бессмысленно ему что-то говорить. Но для таких агрессивных мерзавцев я, как человек не такой интеллигентный, как Лев Николаевич Толстой, я на их любимом языке, с их понятийным аппаратом, с радостью огромной озвучу то, что я написал в виде своей статьи, как-то так называется, мясоеды, как хотите, теперь с этим так и живите. Потому что один дебил, такой мясоед, вот такой именно дебил, написал, типа, травоядные, теперь как хотите, с этим живите, типа, что растения живые, тоже боль испытывают. Я вот такому дебилу, ну, все его так называемые козыри, то есть все его оправдалочки своей паскудности, выбил из-под ног, ну, потому что после этого уже только, ну, олигофреном надо быть как диагнозу, да, чтобы, так сказать, дальше, так сказать, вот быть, так сказать, ну, вот абсолютно невменяемым оставаться, да. Так что вот я для вас, ну, вернее, для таких, про кого вы пишете, людей, вам в помощь, даю вот эти две ссылочки, как бы, под этим видео. А тот, ту мою статью, вернее, я озвучу скоро. Поэтому, да, а тот сравниваю деревья. И кровеносная система в деревьях, нервная главная система, по которой как раз вся чувствительность, боль, вот этот ужас и прочее все, осознание вот это вот, тоже, да, у деревьев есть, да? А, хорошо, хорошо, хорошо. А вот есть яблони, груши, персиковые деревья, абрикосовые, я сливовые, ну, не буду больше перечислять, вы поняли мою мысль. Вот вы, те, которые так умно, в кавычках, пытаетесь оправдать свои сосиски, пытаетесь глумиться над здравым смыслом и говорить, что якобы тоже живые. А я вас спрашиваю, таких умников, а вы как вот сливы едите? Ну, допустим, вы едите иногда какие-то. Вы покупаете, а если бы вы приехали на дачу к своему другу и решили бы поесть с куста, вы бы что сделали? Вы сказали бы, Вась, тащи сюда пилу, шашлыку поели, хочу сливу, сейчас я спилю сливу и поем с земли сливы. Так было бы, нет? Или вы, наверное, срываете сливу. Тогда вопрос, если срываете. Хотя я допускаю и первый вариант для некоторых таких подобных людей. Но, допустим, вы питаетесь сливами иногда, редко, раз в два года. По второй схеме. Тогда что вы делаете? Вы, наверное, срываете или покупаете в магазине у тех людей, кто все-таки привез, и те, кто сорвал, они все-таки сорвали, но не спилили. В этом случае вопрос к вам. Дерево вы убиваете? Живой организм убиваете или нет? Ну, вы поняли, что вы дебилы? Вот вопрос такой, что дебилы поняли? Так. А если вы у коровы, скажем, топором отсечете кусок ноги? Ну, или там, я не знаю, какую-то грудинку, я уж не знаю, откуда там вы убиваете кусище. Умрет она от боли, от потери крови. Вы поняли, что вы дебилы? Вот такой вопрос. Честный человек скажет, я понял, я дебил. Но вы, не знаю, как вы скажете на это. Посмотрим? Посмотрим. Далее. Лук-бук. Вегетарианцы готовы горло перегрызть мясоедом. Катастрофа! На помощь! На помощь! Все? Все? Разные есть вегетарианцы, как и вообще-то есть разные сосискоеды. Или просто мясоеды. Ну, разные. Так. С пеной у рта защищают животных. То есть, плохие люди, мерзавцы, они животных защищают с пеной у рта. Ублюдки. Человеку необходим животный белок. А вот в чем дело-то, ваше вот нега... Весь этот всплеск про защиту животных-то. Белок-то необходим. Да вы же просто гений. Слушайте, надо перед вами, наверное, на колени встать. Извиниться. Извиниться перед этой школой. Кстати, от Бога это идет? Наверное, от Бога. Да? Вот эта вся прелесть. Извиниться надо перед вами. А почему же ему нужно животный белок? А вы сможете доказать, что ему нужно животный белок? Нет, не сможете. Вы скажете, как попугай. Повторите то, что вам умные дядечки с телевизора сказали вроде академика Брэнштейна. Который говорит, что мясо – это чудесный продукт, который нельзя порочить. Этот чудесный продукт изобрело благодарное человечество, ради которого мы и живем. Вот именно так говорят те, у кого что? Сосиска. Сосиска в голове. И не важно, академик это, либо вы, Вася, Коля, Петя. Ну, вернее, Лукбук. Вас зовут Лукбук. Я забыл, не Вася. Так вот, даже не знаю, она вы, он или оно. Ну, не в этом дело сейчас, а в том, что всему же есть предел, правда? Как вот говорил один умный человек, всему есть предел даже ненависти. Наполеон это говорил. Но дело не в этом. Предел есть и безрассудство. Но вижу, что иногда предела просто не существует. Глядя на таких людей. И вот вопрос к любителям человечества. А как называть таких людей? Вот таких людей как называть? Нужен? Докажи, Вася, что он нужен. Или что, про незаменимые аминокислоты опять будем втирать? Вот эту глупость несусветную повторить. Да есть такие растения, где есть всего 7 из 8 незаменимых аминокислот. А даже если бы таких не было, то кто вам мешает съесть 2 растения? В одном есть 5, в другом 6, но есть и те, и другие. В разных пропорциях, причем есть те, которые дублируют или которые дополняют в другом продукте, в котором не было каких-то 2 или 3 незаменимых из 8. А если 10 продуктов растительных съесть? А если разные салаты? А добавить орешки, а проростки? И тогда шпинат, в котором есть все 8, или крапива. Там есть много продуктов. Спирулина как добавка, которая, кстати, не только нужна плодоядным животным, но и мясоедам. Потому что они из продуктов тех, что они едят, все равно не получат. Все питательные вещества при бедности наших нынешних почв. Минералами и так далее. Так что, ну давайте дальше посмотрим, что же пишет этот человек. Так что, насчет животных белков, еще раз, давайте так. Пелену снимите, лапшу с ушей. И вот первое видео хотя бы по ссылочкам посмотрите. Ну может поймете все-таки, я надеюсь. Ну может быть все-таки поймете. Нам необходим. Да не необходим вам. Сосисочку свою в сторону отложите. Не необходим. И никакие растюшки его не заменят. Может вы такая бабюшка смешная. Растюшки у вас там. Вы своими ноготочками, маникюринами, ножичком режете стейкушки. Режете такие маленькие кусочки мяска. И такие ням в ротик. Да, может быть даже насиликоненные. Есть же такие с насиликоненными губками, которые еще мясочкой едят. Сами даже травку не отковыряют ручонками своими. А еще там считают себя естественным образом есть мяско. Да? Растюшки у нее не заменят. Ух ты, какая интеллектуалочка. Умница какая. Нашлась-то как умно и язвительно подколоть. Интересно. Веганы. А если вы на жучков, муравьишек наступите на дорожки, вы так же расстроитесь? Ну, если я вот так наступлю, что увижу, так сказать, что наступил, ну не так расстроюсь, чтобы прям волосы на себе рвать. Но сожалею об этом, конечно. И сожалею о своей глупости в детстве. Многие дети, как говорят, дети бывают жестоки. И глупости совершают. И разумный человек потом будет жалеть, вспоминать всю жизнь об этом. О каких-то плохих своих поступках разных. И по отношению к людям, и по отношению к животным. Этим и отличается разумный и порядочный человек от неразумного и нечестного непорядочного человека. И у меня есть такие. И у любого человека есть то, о чем он, может быть, жалеет потом. А, например, буддисты, да, например, сознательно обходят и травинки, и жучков, чтобы не наступить. Молятся, если это случайно сделали. То есть, как бы природа просит прощения. А что, это неправильно? Ну, неправильно. Можно тогда дойти до философии, до которой вы, собственно, и дошли все. Что и горлышко у животного можно перерезать, кровушку выпустить, кишочки выпотрошить. А месочка красиво в магазинчиках продавать и отведывать его. Так, а куховички с ободранных кустей тепло вам? Ну, я открою вам государственную тайну. Уж госструктуру, если вы меня слышите. Ну, из ФБР или, там, я не знаю, ГРУ. Ну, пожалуйста, не надо меня к уголовной ответственности привлекать. Я эту государственную тайну открою. Сейчас есть такие материалы синтетические, экологические, кстати, синтепоны различные, даже биосинтепоны, которые тепли гусиного пера. А, например, есть такая фирма Баффин, канадская, я открываю огромную тайну, либо аналогичные, которые делают одежду для полярников, гарантированно которая выдерживает температуру до минус 100 градусов. О, Господи, я такую тайну раскрыл. То есть, не обязательно пуховой вытягивать из гусей. Сейчас перо в наше время. А раньше на Руси, кстати, скажу вам, делали многослойные, например, лапти. Не из животных, зимние, зимние лапти. Например, музей меда в Москве, в Коломенском есть, где это можно посмотреть. А на Руси раньше делали из конопли и льна многослойные ткани зимние. Правда, да, было такое. Вегетарианцы всегда выглядят изможденными, бледными, уставшими. Так, возвращаемся к Джо Ролинно. О нем видео отдельное я сделаю. В 105 лет веган с 20 лет умер от того, что его сбила машина, а монету сгибал 25 центовую в возрасте 104 лет двумя пальцами. Но никак он не выглядел, как вы говорите, изможденными, бледными. Посмотрите на сотен спортсменов, не просто вегетарианцев, а веганов и сыроедов. Они никак не выглядят изможденными. Или вы не хотите глядеть на мир таков, каков он есть, а хотите на ваши иллюзии в этом каком-то чуть ли не сатанинском желании иметь любимую сосиску на столе. Но всему же есть предел, правда ведь? Бледными, уставшими. Что-то вы попутали. Вы, наверное, про себя говорите. Для детей мясо особенно нужно. Да прям, да! Я думаю, ваши дети прям кидаются на теленка, вгрызаются в него, отрывая вот так вот куски, что прям кровь во всем. Делали одни идиоты, даже не дети, а взрослые. Такие эксперименты пытались шкурку убитого кролика зубенками, грыз, 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 грыз. Даже, только волосики пообкусали, даже кожу не прокусили. Ну дебилы, что тут говорить? Дебилы! Да, а докажите, что для детей мясо особенно нужно. Чем же оно нужно? Опять-таки незаменимыми аминокислотами? А если он из растительных продуктов, ребенок получит все незаменимые аминокислоты, то тогда тоже нужно. А почему? Потому что вам так хочется? Ну, недостаточно аргументов. А есть такие дети, которые никогда в жизни не ели мясо и прекрасно живут, выросли, здоровые, сильные, бодрые? Есть. Значит, вы говорите, что? Бред. Так. Коровка. О, как хорошая, тоже коровка. Мя-ням-ням. Коровка на поле, это одно. Да ну! А мясо в магазине другое. Так-так-так, что вы имеете в виду? Наши дальние родственники, далекие, еще, скажите, недалекие, выращивали свиней и коров, и кур, потом забивали. И никто из детей не стал ни маньяком, ни убийцей. Нормальные, порядочные люди. Да, все прям, да? Все были нормальные, порядочные. А, кстати, маньяки-убийцы, которые вот все-таки стали маньяками-убийцами, но ведь есть такие, правда, они едят мясо, да некоторые говорят, человеческое даже. Вот ведь грань узка, узка грань. Сначала мяско ели гуси, кор, уточек и коровочек, а потом, да и людей добрались, как типа Чикатило, или кто там ел, прям в банке мариновал, да таких он много показывает, маньяков. Так, вот первую ступень Толстого, посмотрите, на пути к уничтожению в себе человечности, первую ступень мы давно приступили, пятую не приступите, когда уже разум уходит и все поздно будет. Пока не поздно, одумайтесь, очнитесь, мой вам совет, просто человеческий. Все это пустословие и бред, совершенно вы правы, вот все, что вы написали, бредятину, это абсолютное пустословие и бред. Нет, я бы, а зовут его Лук-Бук, я подчеркну, Лук-Бук человека зовут, я бы вряд ли смогла, а ну конечно, как я и знал, вот это вот, а, а, такая вот растюшки, потому что любят такие дурочки, называть такими уменьшительно ласкательными, ну ладно, если так к слову, а бывают такими дебильными, ну такая взбалмошная истеричка. Я бы вряд ли смогла есть мясо животного, которого сама растила. Да, да вы еще двуликая натура, двуличная. А магазин на это просто готовый продукт. Ну какие мерзавцы существуют. Это целая индустрия, и спорить тут бесполезно, ничего не изменится. Ну во-первых, давайте тут четыре пункта разберем. Итак, кого растила бы, сама не смогла бы убить. А почему? Потому что совесть ваша бы подсказала жалость, которая к этому животному. Да, правильно, так и должно быть. Но вы эту жалость себе подавили с детства, родители вам ее подавили. А потом, поскольку вы стали наркоманкой пищевой, стали оправдывать свою подлость, мерзость, потому что в душу вам уже эти мысли приходят. Это видно, что одно дело это пожалеть животное, а это уже индустрия. Это дешевый самообман. Но вы оправдываете свою низость, потому что человек никогда до такого разума не опустится таким быть двуличным. А правильно, ребенок маленький растет, он животное любой воспринимает как друга, но не как еду. Вы же перешагнули, как и все мы, многие, большинство из нас, этот барьер. Но надо найти в себе силы и мужество быть не двуличным человеком. А если хоть задумались, уж сказали бы честно, я тряпка, слизь. И я хочу, даже глубившись над разумом, оправдывать любимый свой кусок на своем столе. А магазинное это просто готовый продукт? Нет. Магазинное мясо еще несколько дней назад, если оно охлажденное, это были мышцы, еще кровоточащие, под ножом мясника и топором. Животного, которое вчера так же дышало, так же думало, смотрело на тех, кто их кормит. Вот не лично вы покормили, а другие люди кормили, потом другие увели хитрым обманным способом, убили, ударили током, еще живое животное разделали ножом, топором, подвесили ребра за крюки. А вы не хотели, чтобы вас так подвесили? Нет? Нет? Ну, еще раз, первую ступень. Если чуть-чуть совести осталось и чуть-чуть человечности, чтобы не испугаться, сказать себе, что я мерзавец, или мерзавка в данном случае. А то, ишь, какие стандарты, двойные, тройные. Это целая индустрия, спорить тут без... Да, это индустрия. Спорить с чем бесполезно? С тем, что это индустрия, я и не спорю. А с тем, что изменить это невозможно? Конечно, возможно. Если такие, как вы, другой, ваш сосед, родственники, откажутся от этого изуверства, перестанут поощрять и перестанут своим рублем, кошельком и брюхом участвовать в этом убийстве. Вы убийца такой же, как и тот, кто топором ударил. Даже, может быть, больший. Потому что, да, у него это мерзкая хоть и профессия, а вы, не будучи, не нуждаясь в этом абсолютно не физически, никак иначе, вы, просто потому что брюшко ваше хочет, и вы оправдываете свое брюшко, так вы участвуете в этом и заставляете этих людей убивать этих животных. Поэтому вы убийца точно такой же. И я вам тут хочу сказать. Вот был такой, я в нескольких видео об этом говорил, из нескольких серий состоящий сюжетный ряд документальных фильмов. Да, четыре части. Счастливые люди. Это про охотников, промысловиков. Не про тех жирных охотников, которые накупили себе там красивых дорогих ружей на супервнедорожниках и выезжают отдохнуть. Вот, типа, отдых заключается в том, что им загоняют животных под флажки там и так далее, расстается, вот такие брюхо свисает, сидят на стульчике заготовленном и стреляют по животным, а потом режут, жрут у костра, бухлишко попивая, и пошлые шуточки отвешивают. Вот такие охотнички, брутальные, с такими местными жирными брюшками. А про настоящих, те, кто живут, это вот как столетия жили в суровых условиях Енисея, Тайги. Они от земли люди, философы. И вот один такой человек, сейчас будет сюжет показан, вот послушайте, что он говорит. В кого пальцем нет ни тут убийца или пособник убийцы. Почему? Очень просто. Хозяин свинью держит, он ее заведомо для чего держит? Убить. А тот, кто жалеет это все дело, покупает у него это мясо. Так что здесь круговая порука в этом деле. И охотник точно такой же. Он более честнее. Я вот тоже держал скота, и у меня рука не подымалась на него. Потому что там вот тот же бык, его два года держишь. Он к тебе доверяет, он тебе подходит, ждет тебе там какой-то ласки, подачки, а ты ему пулю в лоб, предательство. А здесь зверь дикий, он знает, что от меня добра он. Не дождется он, от человека имею в виду. Он старается убегать здесь, кто кого перехитрит, естественно. Так и не смог Геннадий Соловьев забить своего быка. Соседа позвал. И вот он, вот этот мужественный человек, мужик, который суровый, который полгода в тайгу один. То есть, ну все может, и в руках у него все спорится. Мужик настоящий. Это предательство, он говорит. Предательство. Душа чувствует. Душа. Ну хотя бы у него чуть-чуть, наполовинку уже. Потому что человек может себе это убивать. Но если он думает, если он живет на природе, он обязательно до конца свою совесть, душу не очернит, не испоганит, не изгадит, не убьет. Лишь бы ему еще дальше подумать. Но он дальше отбрасывает от себя мысли. Он говорит, что дикий зверь это одно. Тут понятно. Ни подачки не ждешь, ни что мы как бы типа враги. Вот он себя так успокаивает. Установку такую себе поставил. В Сибири можно жить выращивая. Там в этом же фильме показывают, как выращивает он дедушка, показывает он капусту, говорит, а мама какую выращивала там или кто. И так далее. Все можно вырастить. Все самодостаточное человек может жить на земле, не убивая животных. Но это ладно, отдельная тема. Это совершенно отдельная. Но вот тот случай, когда человек честно себе сказал. Он попросил, правда, забить соседа, убили бедное животное. Но он не смог сам. Рука не подняла все этого сурового, сильного, мужественного человека. А тут сопля. С маникюром рассуждает чего-то там. Дальше она пишет. Спорить бесполезно с этим. С дурами спорить порой бесполезно, хотя не всегда. Я мало ем мясо, но ем. В основном рыбу и индейку. Курицу. Ну прям молочи. Сейчас весь рацион расписала тут. Но от шашлыка не откажусь никогда. Ну что, вас похвалить за это? Молодец. А вот с возрастом, где-то после 55. Мясо в организме плохо усваивается. И относится к гнилосным продуктам, как и молоко и яйца. Вот ведь метаморфоза какая случилась. То есть до 55 летов оно как бы полезно для человека. Мясо родимое. А после 55 лет что-то там с гнильцом уже. И как там пишет она, что относится к гнилосным продуктам. Вдруг произошло чудо. И то же самое, что вчера было прелестным, с ароматом благоухающих роз, видимо. Вдруг стало гнилосным. Да нет. Просто это планка психологическая. Как бы, видимо, еще нет 55, только мечта в 55, типа планочку поставим, чтобы дольше прожить. Вы понимаете, подсознательная хитрюшка, что мех скота убивает? Так вот я вам хочу сказать умничка, что яблочко, яблочко, например, оно и в 20 годков, и в 100 годков будет одинаково полезно, сколько бы вы его не съели. А вот то, что не полезно в 60 лет, например, и тоже не полезно и в 10 лет. Потому что биохимия идет совершенно одинаково. А что касается там ускоренных или не ускоренных обменных процессов, это совершенно другое дело. Но это никак не относится к тем, что из себя представляют продукты, и какое воздействие на организм они оказывают, попадая туда, в плане биохимических процессов. И последствия этих процессов, например, реакция антигена антитела с образованием кадаверины, это трупный яд, гнойных токсинов прочих и так далее. И так далее, за счет чего вы или раньше, или позже накопите эти болезни. Да, если вы перестанете есть 55, и другие стечения обстоятельств так удачно для вас сложатся, что вы действительно можете прожить дольше, чем прожили бы, если бы дальше стали бы. Если это совершенно справедливые гнилостные так называемые продукты, в том числе, как вы правильно пишите, молоко и яйца. Но это относится к любому возрасту. Вот ведь бывают какие интересные умницы. Дальше. И следовательно, то есть вы истину изрекли, сделали из этого вывод, следствие, да? И следовательно, их потребление нужно исключить, потому что не усваиваются, а только остаются гнилостные бактерии в организме. Вот как? Вот все вроде бы в конце правильно. Только это применимо именно не к возрастной группе определенных людей, а к продуктам так называемым, которые вы почему-то оправдываете в молодом возрасте, как будто там что-то происходит по-другому. Ну тогда докажите, что именно происходит там по-другому и почему именно с 55 лет, а кто-то то же самое пишет, как вы, но только говорит 40 лет, кто-то говорит 60, кто-то 70. Это все на вкус, на брюшной вкус, правда? Посмотрите, что говорит Масяня, если слышали о такой сейчас вот. Что она там говорит о том, где это продается? Ох, это смелый рекламный ход. Купите наше говно, ядовитое говно, поджимодное. А-а-а-а, одежка из трубаков это как-то чересчур. Что происходит-то? Э-э, понятненько. Сипай подсуропил. Ну, в общем, вы такие же, да? Были. Тогда станьте хотя бы как Масяни в этом мультфильме. Да? Так. Ладно. Ох, люди-человеки, лук-бук, мадам, ноготки. Так, читаем дальше. Кью Тузов-1. Это такое имя. Похоже, кто-то до сих пор не понял, что мы давно живем не в раю. Это, видимо, под видео было у меня Библия и мясо. А кто? Он меня, конечно, имеет в виду. Я вообще-то это понял. Но я говорил в видео, что священники разумные говорят, что надо стремиться, наверное, к первозданному. К эталону надо стремиться в своей этой жизни, а не оправдывать свое бессилие, глупость и слабость, что типа мы не в раю живем. Ну и что? А если вы религиозный, например, человек, то вы должны стремиться к эталону и вернуть этот, так сказать, рай своей честной и порядочной жизнью. Жизнью, светлой и ближе к святой приближающейся, уж если так мы говорим. Вот ведь двуличные создания. Местоедение? Следствие греха? Спрашивает человек так вот, надо так, знаете, с подколом. Верно! Ну неужели вы уже настолько хорошо избавились от грехов поведения, что позволяете себе заниматься грехами питания? Якобы такой вот тут, знаете ли, чуть ли не высокий слог и такой чуть ли не пристыдить. Он якобы этим намерился. Меня или тех, кому он это адресует. Но не получится. Почему? Потому что, читаем внимательно. То есть, типа, я имею право, значит, если только избавился от грехов поведения, уже касаться темы грехов питания. А, собственно говоря, почему? Почему те животные, те миллиарды жизней, которые благодаря таким, как вы, убивают такие же, как вы, каждый год, они должны ждать, пока мы, идиоты, избавимся от грехов какого-то поведения. Теперь дальше логика. А не является ли грехом поведения тот грех, что вы убиваете животных? А-а-а, видите, что такое логика? Сильная эта штука, дорогой товарищ. И поскольку вы в логике ноль, как я вижу по вашему письму, то уж извольте согласиться с тем, что вы человек с сосиской в голове. Пишет нам Крис Костеллана. Проводились исследования, что растения имеют и подают нервные импульсы? Да ну, покажите исследование. Я вас выдвигаю на Нобелевскую премию, я помогу. У меня есть ученые, кто это может сделать. То есть, у растений есть нервная система. Ну, видимо, нейроны, аксоны, ну и, соответственно, там уж, видимо, куда они проводят? Если у них есть нервные импульсы, значит, наверное, в центральную нервную систему с периферических отделов. Да вы просто... Это не Нобелевская премия. Сразу 10 Нобелевских премий. Ну, идем дальше. Так что они такие же живые, как и животные. А что вы именно этим хотите доказать, что растения такие же живые, как и животные? Даже если у них нет нервных импульсов проводящих, а у них их нету, естественно, то они, конечно же, и без этого живые, что вполне, например, для меня было известно и до вашего письма. А вы что, типа Америку открыли, что растения живые? Они живые, конечно же, но только не потому и не тем, что вы описали, а тем, что у них есть живые клетки, которые могут у два. Есть вообще, дорогой друг, в экологии, науке, да, такая есть наука фундаментальная, биологическая. Определение и критерии живого и неживого. Изучите, сейчас не буду говорить вам, но то, что клетки делятся, размножаются, воспроизводят все подобных, то, что у них идут биологические, биохимические процессы, в том числе фотосинтеза, они уже поэтому являются живыми. Ну, какие выводы дальше? К чему вы все это говорите? Читаем. Они, конечно, живые, иначе не имели бы свои задачи в этом мире. Я перефразирую вас, это неграмотно вы сказали. Я бы сказал так. Они, конечно, живые, иначе бы не размножались, то есть и не существовали бы в этом мире. Тогда это разумно было бы. Совершенно согласен. Здесь уже идут скорее стадии развития сознания человека в вопросе. не то, чтобы есть животных или не есть, а потреблять ли вообще пищу. Это просто замечательно. Да ну! Ну, коли у нас есть рот, желудок, кишечник, другие отделы ЖКТ, хотя я сейчас не буду такой спорный, но интересный вопрос, как про наедение и солнцеедение поднимать. Кстати, меня приглашали и туда, на конгресс. Я там тоже кое-что говорил с точки зрения науки и здравого смысла, но сейчас не об этом. А при чём тут? Вот это к чему говорить? Что тогда, мол, ничего есть нельзя? Нет, логика, нету логики в этом. Потому что мы плодоядные существа, и плоды даются как раз для того, чтобы передать консументам первого порядка, а конкретно отдельным разновидностям консументов, а именно плодоядным существам, вершину концентрации вот этой венец, или, скажем так, накопитель, концентрат энергии солнца и минералов земли, накопленной в плодах, и вот это и есть идеальная пища плодоядных существ, вот конкретно человека. При этом растения, как вы уже поняли, не погибают. Так, поэтому это, в принципе, очень мало кому нужно, что именно это в люди, ибо все наслаждаются вкусами на этой земле, а то совсем скучно будет. Ну, людям неразумным, неразвивающимся умственно, духовно, нравственно и так далее, конечно, будет скучно, и для них единственное, как говорится, зрелище и, как говорится, хлебозрелище. То есть, брюхо набить, поспариваться, ну, теперь, видимо, посмотреть телевизор любимый, пивка попить для кого-то еще и так далее, будем продавать для кого-то и дальше пошли, кого-то убить, зарезать, кого-то изнасиловать и так далее. Тоже почему? Веселье для некоторых вполне. Им скучно без этого. Кстати, насчет того, что можно ли спать на животе, ой, ну ладно, на животе, это уже можно спать на животе, чтобы желчь нормально у вас работала и стекала, если вы поели, тем более, вечером, а не застаивалась. Ну, я вообще поражаюсь. Это кто у нас был? Крис Костелано. Блин, круто, бывает же. Сергей Луценко. И что толка от его достижений, если он, по сути, из-за своего спортивного питания физически больной человек? Смотри, как веганы... А, это он кому-то говорит, там человек, видимо, глупость кто-то сказал, он так говорит, смотри, мол, как веганы отжигают. Такой мясоедам и не под силу. Приводят ролики, кстати, действительно. Там спортсменов, там выдающиеся результаты, в том числе в книгу Гиннуса, которые включены, многие достигнуты веганами, сыроедами, спортсменами. Да, конечно. Или еще проверка на выносливость. В таких условиях мясоед просто умрет. Самый жесткий марафон. Фруктоед против долины смерти. То есть, да, посмотрите это такое видео. Фруктоед против долины смерти. Такой мясоедам невозможно просто, естественно. А вы что, думали по-другому, мясоеды? Ну, хватит жить в иллюзорном мире, придуманном вами. Теперь пишет Чарльз Фрейд. Думаю, тут будет 100% что-то разумное и логичное. Итак, читаем. Ага. Тысячи лет человечество развивалось и не задумывалось о веганстве. И все было норм. А теперь вдруг все хреново? Для Фрейда, в принципе, нормально так писать. Тем более для Чарльза Фрейда. Но я вам, товарищ Чарльз Фрейд, скажу, что человечество совершенно жило по-другому. И развивалось тогда, когда оно питалось в том числе тем, что природа дала от своего стола, от скатерти своей самобранки, от нашей земли матушки. Плоды, щеды, каши, пищи наши, как в русском народе. А вот такие товарищи, как, например, святой, которого сделали святым, другие люди, которые тоже, видимо, были святыми, я так полагаю, на соборе Константин Великий, так называемый, вегетарианцем, а тогда они в основном люди были веганы-сыроеды, лил раскаленный олово паука. Указ такой был. В рот, чтобы люди стали иванами непомнящего родства, как вы. И такими, видимо, разумными людьми, которые стали разумными, как такие же, как вы, разумные люди, считают, что стали таковыми по причине поедания мяса нашими далекими, недалекими предками. Вы считаете, наверное, вашими предками тоже неандерталов. Таких вот. Норм было. А теперь вдруг хреново. Да нет, хреново было всегда те, кто хреново живет и хреново и ест. Гитлер тоже, говорят, был травоядным. И вот это, этим вы что хотели сказать? Во-первых, Гитлер не был травоядным, он траву не ел. Он был вегетарианцем. Если вы не знаете, что это такое, посмотрите в энциклопедии. А что Гитлер был вегетарианцем, не доказывает то, что все вегетарианцы такие же нацисты и такие же, так сказать, люди по всем свойствам характера и выводам, которые он делал в своей жизни. И, так сказать, жил таким образом, что все такие. Нет, все люди не такие. А мясоедов нет, например, нацистов или фашистов. А нет ли среди мясоедов маньяков, убийц, насильников? А нет ли среди мясоедов страшных политических преступников, предателей своего народа? И так, я думаю, есть. То есть вот надо же такой бред нести. Ух, какой умник, Чарльз Фрейд. А про спортсменов-вегетарианцев, которых еще и выступают успешно, особо убивает. Ну, типа смешит его, видимо, я так понимаю, это. Чаще всего веганами они становятся после смерти. Угу. Но вы не сомневаетесь. Дело в том, что когда человек решает стать веганом, он, в принципе, начинает вести здоровый образ жизни. Бросает пить, курить, заниматься спортом. В общем, начинает следить с собой. И вот именно этот его образ жизни улучшает здоровье, а не то, что он вдруг решил травку пожевать. О-ху-ху. Да, все в шоке. Нет, дебилам не буду отвечать. Настолько кончено, потому что... Козлы нахуй. В принципе, не знаю, достаточно того, что я раньше говорил, чтобы такие, как он, поняли хоть что-то. Ну, а коли ничего не поняли, значит, время не пришло. А может, уже и никогда не придет. Бу-бу. Так, Родион Муравский. А, да. А вот как раз и на этой, дорогие товарищи, высокой ноте Родиона Муравского. Вот тут прям по-русски Родион. Бывает, что и Родион. Хорошо, бывает Родион Раскольников, а это Родион Муравский. Тоже хорошо. Теперь, может быть, Родион Муравский станет тоже, может быть, нарицательным таким понятием, потому что уж больно письмо сильное. Ну, давайте на этой ноте и будем заканчивать. Я сейчас его прочту. В результате эксперимента оказалось, что вегетарианство вовсе не является полезной системой питания, потому что те, кто не ел мяса, страдали от микроинфарктов и аллергий. Идите, товарищ налево. Ну, тогда в помощь вам будет веган, врач-кардиохирург, академик, профессор, которому сейчас уже 103 или 104. Он американец, фамилия сложно произносимая, не Родион, иначе бы я его произнес. Но ссылочку дам, чтобы вы посмотрели и там поспорили с ним насчет там хардиохирургии и микроинфарктов. А насчет аллергии у всех они проходят, когда перестают есть мясо. У них были выявлены психические отклонения и онкологические проблемы. Проблемы вы попутали, товарищ дорогой. Это у мясоедов как раз всегда уделяются онкологические проблемы. То есть, человек, который ест мясо, он всегда умрет от мяса, что, кстати, совершенно естественно и справедливо. И с точки зрения науки и биохимии, и природы абсолютно закономерно. Это конечная стадия неправильного деления клеток путем метоза без полового деления клеток, когда количество ошибок от деления к делению накапливается. В результате действия трупных ядов на клетку эндогенных внутренних ядов в результате реакции антигена антитела, в результате потребления животных белков высокомолекулярных, что и приводит к образованию аномальных клеток со всеми вытекающими оттуда последствиями. А последствия таковы, что они становятся аномальными и как раз раковыми. Но вторичные причины это грибки и другие причины вторичные. Так что вы попутали, товарищ, с ног на голову. Переписали совершенно с больной головы на здоровье. Дальше. Из хронических заболеваний у подавляющего большинства вегетарианцев обнаружили астму, мигрень, остеопороз, сахарный диабет. Вот всё, что вы перечислили, товарищ Олега Фрэн, всё как раз абсолютно и у всех, только не вегетарианцев, а веганных сыроедов, проходит, если тем более люди переходят на сыроедение, нормальное, осознанное, после очищения, после антипаразитарной программы, потому что это может помешать лечебному голоданию и так далее. И вот когда они переходят в результате адекватного подхода на сыроедение, у них проходит мигрень, астма, остеопороз, сахарный диабет и так далее. Кстати, новое видео по сахарному диабету, всю аналитику советую разумным людям посмотреть. Родиону Муравскому не надо смотреть. Дальше. Кроме этого, у них обнаружились изменения во внешности. Бледное лицо, синяки под глазами, редкие волосы, излишняя худоба. Спрашиваю у аудитории разумных людей. Бывают у мясоедов? Бледное лицо, синяки под глазами, редкие волосы, у мясоедов даже лысины, насколько я видел, бывают. Правда ведь? Излишняя худоба бывает у мясоедов? Бывают. Да. Ну ладно, человек считает так. Да. Растительный белок, это не совсем то, что требуется организму. О некоторых витаминах, кстати, в растениях нет. Например, важнейшего элемента В-12. Для разумных людей посмотрите мою лекцию о В-12. Все объемлющие, полные, исчерпывающие информации, после которой вопрос про В-12 закрывается абсолютно. И каждый, просмотревший это видео, для себя лично решит и окончательно, потому что будет знать вообще всё, как ему быть с этой так называемой проблемой про В-12. Так необходимого для работы мозга. Вот я, суть по всему, несмотря на то, что вы мясо едите раза 4 в день, мозга у вас точно нет. Или, по крайней мере, В-12 вам никак не помог. Именно из-за его нехватки вегетарианцы часто приобретают психические отклонения. А профессор Николаев лечил шизофреников, как раз, голоданием и переходом на сыроедение. Потому что, товарищ дорогой, психические отклонения в основном вызваны, знаете чем, аминотоксикозом головного мозга. То есть, следствием поражения головного мозга, как раз теми самыми гнойными токсинами и трупными ядами, которые возникают в организме и полностью не выводятся из него, а накапливаются, в том числе в головном мозге. В результате потребления трупов животных, которые вы так любите кушать. Да здравствуй! Да, и вывод, дорогие друзья, вывод! Человек упивается своим, вот этим, знаете, значимостью письма. Он ведь клин забил, он поставил точку вопроса, все-таки, как же надо питаться. Он ведь доказал просто тупым вегетарианцам, веганам и сыроедам, в чем истина земного мира. И заканчивает он это пафосно так. Да здравствует сочный и жирный кусок мяса с витамином В12! Ух, какой же вы, милашка! Ну просто не то, что сосиска в голове, она проросла уже во все органы ткани вашего прекрасного, уникального, я бы сказал, бесподобного организма. Гениально, милашка! Родион Муравский, вы настоящий мужик! И что, надо с пивком ем, то все, утром бывать в себе! С пивком! Так будет гораздо вкуснее! А значит, ну коли вкуснее, здоровее! И вы еще будете умнее! О, да здравствуй, сосиска с пивком! Так? Конечно же, так по Родиону Муравскому. Ну что ж, кстати, этот еще чувак написал такое, под первой ступенью Льва Николаевича Толстого под моим видео. Мдаааа! Лев Николаевич удивил! Сколько эмоциональной глупости написал старый дурак! Кто ж такой Родион Муравский? Дорогие друзья, давайте напишем что-нибудь Родиону Муравскому. Захотите под видео на моем канале Ютуба, где Льва Николаевича Толстого, первая ступень. Найдите этого Родиона Муравского в комментариях и напишите, дурак ли старый эмоциональный слишком Лев Николаевич Толстой, что написал вот этот свой крик души на зидание людям, которые еще, может быть, не до конца свою совесть убили в себе, человечность. И, может быть, есть у них еще шанс. Он очень хотел, чтобы такой шанс появился у всех людей. Он этому часть жизни посвятил свою. И вот какой-то некий Родион Муравский имеет право открывать свой поганый ротик на человечность, на нравственность, на совесть. На природу, на высокое и гордое звание человека разумного. И, ладно, сам опустился до неандертальца. Но, так сказать, других за собой тянуть, хамить другим, унижать других людей. Ведь унижает не хамство в плане мудак или другие выражения, которые некоторые глупые люди почему-то считают оскорблениями, а типа, значит, вот это, что написал вот этот Родион Муравский, не есть ли худшее оскорбление и гораздо более глубокое, чем какие-то словечки, которые всего лишь констатируют в данном случае то, кем является данный человек. А этот человек глумится над естеством, глумится над высшими проявлениями человечности, гуманности, порядочности, здравомыслия, разумности и так далее. Ну что ж, вот, пожалуй, и завершена наша вторая часть рубрики «Сосиска в голове». Пишите, дорогие друзья, ставьте лайки обязательно по данным видео, если вы согласны, а если вы ставите дизлайки, то уж будьте любезны, напишите, а почему, собственно, что же в вас корёжится, почему таким образом вы поступаете. Ну, побоитесь написать, не пишите, но тогда скажите себе, дерьмо я последнее, или напишите, что меня возмущает то, что, только насчёт того, что я называю, перестаньте, об этом уже многие писали, и я ответил, почему. По-моему, доходчиво вполне. А если вы человек, который является тем, про кого я говорил, говоря о таких людях, то тогда что ж, ну напишите, изменились ли вы, поняли ли вы то, о чём я вам говорил, осознали ли вы это? Ну тогда вы должны, как разумный и порядочный человек, измениться. Измениться к лучшему и быть мне благодарным за то, что я погудил вас к тому, чтобы вы задумались, очнулись и стали на человеческий путь. Пожалуй, на этом всё. Ждите третью часть, ведь обязательно найдутся те люди, которые и дальше будут отстаивать свою любимую сосиску в брюхе. И те люди, которые, конечно же, как следствие этого, будут носить свою сосиску в голове и дальше. А сосиска в голове им будет диктовать те слова и фразы, которые они будут излагать письменно. А мы с вами, дорогие друзья, обязательно это распечатаем. И я прокомментирую дальше с точки зрения логики, здравого смысла и прочих критериев оценки вот эти измышления людей с сосисками в голове. Надеюсь, что таких людей будет всё меньше и меньше. И тогда весь мир нас будет вокруг нас. Мир лучше и лучше, и чище, и светлее. И всем нам будет лучше жить в этом мире, а не хуже. Всего вам самого лучшего, дорогие друзья. Всем вам, здравомыслящим людям, крепкого здоровья, радости в жизни и хорошего настроения. Всего хорошего. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин